Ты еще и понимаешь, что игра будет долгая, ты забилдаться можешь как дефолтный универсал, то есть все на статы, скаде-скаде, пика-не пика. Короче, что-то придумать можно будет. Так, у нас начинается игра, и это Focus Fire ненаправленный, который, я считаю, что посильнее. Единственная проблема, что тяжелее таргет на одного именно героя быстро убить. Для команды лучше такой. Так, ну что, у нас будет первая драка за руну, может быть. Это будет первая кровь за Интернешнл? Может быть. Но они видят, видят. Стоит заранее в арте со стороны героя, они знают. И Кейджей подбайчивал немного. И судя по всему, первый кровь за Интернешнл будет, но попозже. Ну ладно, давайте смотреть, дорогие друзья. Всем приятного просмотра. Интернешнл стартовал, видовая Лама здесь все-таки руну забирает. Ну и поехали. ФБ все-таки будет, дорогие друзья. Чуть позже наступило, и вот для Скофилда это первый ФБ есть по Дивайю. Ах ты, можно было по Гектору еще, если бы Арву попал к СК. Он попал. Он разу попал, как будто бы мимо пролетело. Не-не, попал. Просто Омник репел, вкачал и вкинул. Ну да. Ладно, Грац. ФБшечка есть. Приятное начало для команды героек. Ну и посмотрим, как стоит у нас аналог, да, против XM. Думаю, здесь запотеет товарищ на вайпере. С ним в среднем невозможно стоять, я никого не спрашивал. Тут дело даже не вайпере, а в самом XM. Ну да, его манера. И на самом деле вот два момента, столько меня в этом могут разубедить. Первое, что, во-первых, первый день групповой стадии, да, и матчи не то, чтобы прямо вот критично выигрывать. Было бы здорово, наверное, но это не является обязательным условием для прохода дальше. Это первый момент. И второй момент это то, что у тебя как раз-таки вот ребята с Южной Америки могут утянуть в любую секунду. А XM могут расслабиться на первый матч. Не ошибка была со стороны ДКС взять сразу грейшенные стики себе, потому что... Это база, мне кажется, сейчас многие берут стики какого-то формата просто в любой драфт. Да? Просто со старта приходишь, говоришь. Ну, я, ребята, у меня этот плюс 15 за каждый ваш каст. Это правда. Ну и XM будет дальше разминать. Давайте посмотрим по крипам. У VR-ки 7-0, 6-1 у Bristol-back, 5-0. У товарища давай ламы. В целом все пока норм. Да, всего лишь 3 зеленых первых. Да, 3 зеленых первых. Ну, там ладно, 1-2 крипа разницы. Это пока не особо критично. Не критично, да. Вопрос только в центре у меня большой был, потому что, опять же, насколько Viper и Invoker постоят хорошо или нехорошо, потому что как будто бы, как будто бы Invoker сейчас вот с... Я не знаю, там улитист, не артист, он какой аспект взял. Вот с ним, с ним он может, наверное, и Viper постоять, там где-то, знаешь, там, подденает лишний раз. Что-то полезное, короче, сделать. И вот пока мы видим, что это Vex, сжигающий Viper руман. Да, причем сжигающий очень даже неплохо. Все-таки я был прав в плане выбора варианта раскачки стартового. Но все еще надеюсь, что когда-то мы будем видеть и Exhort, и Agonimo, и все прочее. Ну, я думаю, это чисто сетап на линию такой. Потом, я думаю, там понятно, что будет раздавать. Если ты взял из Т-3 уровня уже вкинул в бас лекс, то нет смысла бросать это дело и уходить в Exhort. Ну, посмотрим за гонгающего аналога. Почему нет? Активная дота со стороны Invoker. Всегда приятно посмотреть. А то, что если он уйдет с линии, Viper ему вышку сломает сразу. Ну, тоже верно. Сложно играть против экстримов. Сложно играть против XM. И это каждый говорит. Вот прихожу к любому, знаешь, к вину. Ну, да, XM, конечно, душный. Приходишь, я не знаю, к Ларлу. Да, XM душный. Вот он именно вот такой. И пул героев такой. И исполнение. Не хочется. Вот Топсон так не говорит, потому что он сам такой. Он душный. Но Бритопсон говорит, что попроще стоять. Так, ну вот теперь по крипам действительно вышли вперед у нас троицы из команды Extreme и Viper, Верк. И, конечно же, Бристалл занимает первые три строчки. 16-3, 16-1, 17-1 и так далее. Ну и уже первая флазочка полетела. Вы чем понимаешь, да, что Бристалл Бэк топ-1, Крипстат. И у Патмы еще семера на этой же линии. То есть он там постреливает по рейнджам, не по рейнджам, по лесу, не по лесу. То есть где-то добирает в своем. И вот мы с тобой обсудили, да, количество станов справа под инвокера потенциального под сент-страйки. Количество станов слева под Патму. Вот его же не очень много. Так, ну посмотрим. Возможно, на миде, да, действительно сейчас по таймингу схлестнутся у нас две позиции 4 и 5. Ну да, прекрасный видит Омник своего оппонента. И здесь руну забирает ксенкин. Оппонент тоже видел, поэтому руну воды уезжает. Спот сходил заблочил. Заблочил, да. Из приятного, чтобы не было стакова. Оп, фит-фит. Фитюня. Фитюня полетела. Так, ну что, давай ламам. Останется ли в живых здесь. Тычки, конечно, увесистые. Да, но этот дэмэдж он не переживает. Вот первый фраг для команды Extreme Gaming. 75 урона у героя было сейчас. Так, ну и что у нас тут? Продолжает аналог немножечко. Нельзя так, как это правильно назвать. Ну, по крипстату-то может и проиграть. По Night Wars у него все ок. Ну, выжигает манты. То тоже мешает стоять линию, как-то пушить эту вышку. Драка саппортов идет. Сентрики снимаются здесь к Синкью. Снизу снимает у нас Дивай. Тоже с интерчеллым. Но тут важно понять, а лейт-то у кого сильнее все еще? Вайпер, не вайпер, кто у нас в каком-нибудь древнем куда-то пойдет. И в моем понимании, если вот идет именно равенство на линии, то экстримы тоже чуть посильнее смотрятся. Их должно это полностью устраивать. То есть, если мы качаемся, и соперник качается. Поэтому шмотки какие-то закупаются. С X-Accessом, кстати, да, тоже могут в любую секунду большие проблемы. Проблемы общекомандные. Потому что вот если я так подумал, тут только что мысль в голову пришла, что с одной стороны, там Омник, ну прикольный герой, да, там на сейв. Вот стоит там ДК, но прикольный герой, бьет всех. Это фаер-стойка. Но на самом-то деле, вайпер бьет реально всех. И больно. Бристалбек бьет реально всех, и больно. Так еще и Верка взяла аспект на ультимейт, который бьет всех, и больно. И три больно бьющих персонажа, это то, с чем очень тяжело будет, мне кажется, героикам, вот чуть попозже. Потому что это прикольное решение с его Отомника, который, но не сейвит от всего и сразу. Всех. Он сейвит неплохо одного. Так, Синкью, опять же, да, забрал руну денег, руну богатства. И мы смотрим, первая строчка Нетворса принадлежит Верке у нас. Дальше идет ДК, после него Бристал. Ну, в целом, пока гэп небольшой. Понятное дело, супер неактивная дота, именно касаемо основных линий. Да, четверки-пятерки у нас бегают, какую-то эту суету наводят, где-то ставят варды, да, чтобы не ставить очередной кемп. Диварди друг друга уже, я не первый раз смотрю, то есть пришел, понимают, да, что Бристалбек, что будут стаки, что будут мешать. Еще и перетяжечка от саппорта. Допустим, заберут. Ух ты, как больно, больно. И XS уйдет, или же демеджа не хватает. Гранатка тоже была отправлена в сторону Бристалбека. Ну, а вот товарищ Омник здесь погибает. Конечно же, фраг... С ХЕшки его забирают. Но стоил этот фраг двух рун мудрости, которые забирают себе героики. А вот это ошибка. И вторая попытка забрать Бристалбека. Не знаю, не уверен, значит, ошибки. И инвокер сюда же приходит. Колд снэп на Мирану. А аналог-то сам теперь отсюда можешь не уйти, потому что перетянулся Ами сюда. Связывает стрела. Все, залезает в аналога. И аналог отправляется на базу на 25 секунд. Ну, слушай. Посмотри, просто как чувствует эксекса своего героя. То есть, он понимает, что я сейчас подойду, два брейсера есть. Он же даже без тиков. То есть, у него нет какого-то варианта зарегения себе здоровья. Просто подошел раз. 60 хп, там 37 вышел. Вернулся. Сижу, думаю, зачем ты вернулся. А он бац. И опять забатил. Как-то на себя напасть так, чтобы на него напали. Но не убили. А героики на это попались. Как попался бы и я, честно говоря. Потому что казалось в моменте... Я бы еще в первый раз до упора уже. Я уже, знаешь, этот... Жадный вот этот... Я на плюс В, раж Б, вот это вот. Это прям про меня. Йола Дода. Ну да, да. То есть, мы же команда. То есть, я посвечу, а не до бежен. Здесь стампит прожимается. Примерно по такому же принципу забирают. Синкью, стампит действительно оказался. Ну, видимо, считаешь сейчас там. На всякий случай, перестраховали. Да, то есть, где-то там пистонку поменять. Может быть, кто-то стоит за спиной. Мы сейчас и его подцепим. Могут быть любые варианты. Главное, это то, что фраг сделан. Уртимейт реализован. И пофарм-то у нас общекомандному зачету. Всего меньше тысячи. Так, ну что, будет выход очередной на Бристлбек? Или же все-таки просто за прешеры? Вышку здесь и сломают в целом. Пытается ее, конечно, дерево выкилить. Прожимается глиф. Ну, и XXX вернется сейчас обратно на линию. Но здесь аналог снова подошел. Он понимает силу своего персонажа в данный момент времени. Поэтому нужно делать разницу прямо сейчас. А вот девайс к Синкью уже готов на подхвате, если что, снова XXX подсейвить. Аналог понял, что все-таки этот выход, наверное, не увенчается каким-то успехом. Поэтому принимает дефолтное решение стянуться обратно от центр. Потому что там вайпер. Потому что там снова вышка подвергается демеджу. И аналог понимает, что время тратить и лишать себя опыта и золотых – это не самая приятная затея. Он и так уже очень сильно отстает, потому что это тот инвокер, который не ходит в фаст медас, не стоит, не качает линию. Он именно пытается что-то бегать. И это работает хорошо, если ты удачно побегал. При счете 3-2 ты определенно не мог удачно побегать. Потому что слишком маленький количество врагов вообще. Поэтому фарм продолжается. Бристалбек. Где он, конечно, так пришлось забирать. Сейчас это позволит. Ну может быть не на топ-1 прям заехать. Но вот уверенно ворваться в тройку лидеров точно позволит. А здесь смоки очередные. И попытка выйти на Ами. Пытаются его найти. И Ами это прекрасно, мне кажется, понимает. Да, и здесь рисует на карте, где находится игрок команды Extreme Gaming. Но Ами уже ушел действительно прям супер глубоко в лес. И очередной смок может оказаться провальным для команды с героями. Я пропустил, но возможно они на вардах нажали смоки. Потому что у тебя в нижней части 3 варда. У тебя и на горе здесь, и на горе справа. В стороне руны XP и чуть ниже стоит вард. То есть ты реально... Тяжело не попасть в какой-то рандомный вижн. И вот с одной стороны, я в Сирию понимаю, да, вот они там играют от дефа своего керри, потому что нами будет выходить. И такие 3 варда, это в среднем ок. Почему 2 варда у Дайра стоят вот так, вот в линеечку над мид-линией? Это непонятно, кстати. Один из них резко стал зеленым на карте. Возможно, здесь закончился старый вард, который стоял у Дайра. Теперь... Ну, Рейдин, да, продолжает там стоять. Да, и... Когда еще за руны и денег бегала под матом, да, стояло 2 варда. Ну, и в итоге БМ появляется у Кентан. Дальше Блинк. И после этого, конечно же, в хил, в хил и в плотность. Амин будет перетягиваться наверх. И посмотрим, что из этого получится. Верхнюю башню силы. Будет попытка сейчас найти ДК, скорее всего. Он ДК тоже прекрасно понимает тайминги. И плюс ко всему видел этот пауэрошот. Я думаю, что они... Были бы рады, если бы ДК здесь просто не было. Они собрали бы вышку. Они и так ее, мне кажется, уже как будто заберут. Да, но дольше. Потому что крипы вот ушли. Надо кому-то танчить. Интересно, что у нас нападут. Копин Вокер там перетянет. Вот уже Мапсид, Скай. Отменяет... А, нет, не отменил. В тумане войны все-таки оказался Скофилд. И вот теперь попытка забрать товарища на Бристаллбеке. Прожимаются все кнопки. Бристаллбек здесь, да, действительно не выживает. Но это было слишком нагло. На 30 секунд в поверну отправляют товарища XXS. Ну, размен, ладно. Хотя бы на вышку в центре. Что-то. Хотя бы что-то. Но в итоге, да, это драгоценные полминуты, которые могут пофармить в итоге еще XXS. И прям плотно засесть в первой тройке. Но все-таки там Вайпер, да, тоже догоняет. Четвертая строчка по Нетворсу у него. Да, но все просто качаются. Никуда не торопятся. Глобальный кач. Ну, а XenQ пока снова тоже бегает. Наводит шороху на карте. Будет через Грейжную урну. Через Весел. Здесь действительно Весел лишним не будет. Ну, интересно, что по шмоткам уже у Гектора. Сейчас у него 6-400 Нетворса. Да, это ПТМ и Армлет. Ну и Монта. Монта, конечно, здесь супер важная. Против тех же рутов очень даже будет помогать, если по близости где-то не окажется Омника. Мне просто кажется, проблема Монты, что руты-то он снимет, но как поможет в стиле ему выживать, пока непонятно. Мне кажется, что никак. И это проблема этой команды будет, потому что кроме НДК здесь никто игру не выиграет. Ну, может отправлять, знаешь, иллюзии вперед, просто, если бы проходить по таверу. Очевидно, очевидно, что можно, если бы трин-та пока подцепили. Лышку забрали. То есть молодцы, знаешь, какое-то действие сделали. Но он еще микро-выпут в цену от БСЛБ КП, но он, в итоге, он даже яичек КП не стоял. Так, ну по обжекте будет уже 2-1 в пользу команды Экстрим Гейминг. Да, башня в топе падает, и это вторая Т1, которую лишилась команда Героик. Ну, не критично, понятное дело. Ребята пока что фармят-фармят. Тысяча преимущества у команды Экстрим Гейминг, но тоже для такой минуты это, по сути, ничего. Ну и блинг совсем скоро будет у Кентавра. Какой-то смок нужен будет под него. Желательно его не показать нигде, не попасться на вардак, чтобы этот блинг реализовать. Подстамбит сделать желательно 2, а может быть и больше фрагов. Ну и на самом деле, да, вот ДК форму только-только потратил. Поэтому, наверное, под следующую форму будут смокить те самые. И выход под обжективы. Может быть так, а может он скажет, что я еще хочу пофармить. Помнишь, я тебе в начале накидывал, что он хочет купить, через сколько он хочет пойти играть в доту. Вот у него уже 7500, и он все еще не хочет. Вообще не хочет. Просто хочет качаться. И это, опять же... Ну потому что ты понимаешь, там качается Верк, там качается Бристалбэк, там всех качаются. Вайпер тоже особо нигде не показывается, поэтому он понимает, что если не он, то кто? Ну по факту, по факту. Кстати, кстати, передумал брать манту, да, и в резист идет. ССС это более базовый вариант, потому что, по-моему, тебе не отключить армулет. То есть это уже важный момент. Да. Саша и Яша здесь прям смотрятся максимально приятно для ДК. Ну и смоки прожимаются. Да, блинк уже имеется. И посмотрим, что давай Лама придумать со своей командой здесь. Идут просто, видишь, в No Vision у них нет никакого понимания. А где соперник находится? Что он там делает? Здесь просто поезд на инфу, на фраг. Вот XM как будто бы можно было бы. Ну, наверное, и сейчас можно. Сразу ТФМ. Так, ну что, Сномбит прожимается. Все ультимейты. И Вайпер живет, живет Вайпер. Но долго ли? XM отдает все-таки ультимейт. И Весел повесили. И что попадает все-таки здесь ветрами инвокер. Есть фраг, который так долго пыталась сделать команду героек. Ну и в итоге здесь погоня будет за Скофилдом. Все прилетает в него. И Скофилд отсюда ни в коем случае не уходит. Два в одного размен. Двух саппортов на одного кора. Ну, как будто бы окей. Да, максимально окей. Но Вайпер жил долго. Да дело даже не в том, сколько он жил, а в том, сколько времени бежали в смоке нападать героек, чтобы не получилось безответного. Тебе не совсем понравился мув от героек, да, что они шли в пустоту, по сути? Нет, это окей. Я про то, что они нажали смок без понимания, что, где, как, куда. У тебя там топ пушится, у тебя в центре Вайпер подвышка стоит. То есть они примерно понимали, что если какой-то смок случился, то нападут либо на Вайпера, либо ни на кого не нападут. Поэтому была команда достаточно близко. Ну, недостаточно, но успели что-то сделать. И по итогу у тебя получилось два фрага за один. То есть ты не съездил в эту драфту в плюс, а ультимейты потратил и на оптики, и на ДК, и на Криптаву. Вот, читал, может быть, по степени наказания? Нет, не буду говорить, не читал. Но это одно про преступление и наказание. Да, спасибо. Спасибо, да. И вот в данном случае про жим ультимейт это преступление, а наказание это Рошан, которого экстримы себе забирают. Ну, ладно, хотя бы объективом будут богаты одним еще команда героик. Все, но опять же это будет просто 2-2. Ну и посмотрим, куда пойдет дальше. Теперь с эгидой бессмертия команда экстрим. 10-300 у нас на Творцу Драгон Найта. Что в следующем против Сии будет собирать? Ну, это МКБ. БКБ. МКБ для себя. Выбор очень небольшой, что ты можешь себе позволить. Поэтому БКБ, да, МКБ, Сатаник. И такой куббай у него и висит. И вот на 17-й минуте, знаешь, Иринда заканчивается. У нас МКБ приносит 7-й раз. Да, ну, по сути, здесь только самое начало. Да, был бы у него хотя бы Лундурид в команде, я бы еще понял. Был бы матч дней 5 назад, я бы понял. Опа, здесь попался все-таки у нас Омник. Вешает на себя Репел и уйдет. Отсюда, да, понимаешь, что здесь еще Гектора. Если что, он готов вписаться. Берр-то могла вписаться и убить его. Все, нажать ультимейт, нажать Ириндран. Видимо, задача не тратить забилку на Собор. Держит пока что линии. Фармит у нас Вайпер вообще во вражеском лесу, прям там вверху-вверху. И только сейчас перетянулся вниз к своей команде. Видимо, хотят за Т1 на боте. Подраться реализовать Аегис. А вот хочет ли отвечать на эту агрессию команда героек? Ну, мы видим, да, что проживает форму Гектор. Ну, и, в принципе, уходит с этой формой просто фармить тройку. Не более, не менее. Поэтому, да, здесь объектив отдадут. С Аегисом драться здесь бессмысленно. Как будто бы. Как будто бы так и есть. Просто по окончании Аегиса тебе будет тяжело драться и без Аегиса. 100%. 100%. Пусть там немного преимущества в денежном плане у команды героек. Но, опять же, это... Опять же, это тысяча голды. Опять же, это очень много в ДК. И, к сожалению, он один. А вот такое нападение от Аме. Прожимается, стампит. И все, в рассыпную разлетаются игроки команды героек. Отбегают под Т2 вышку. И все. Драки здесь больше не будет. Вампир Фэнкс выпадает здесь для Аме. Ну, не знаю, ставит он его или нет. Конечно, вряд ли. Если там есть какая-то получше. А, нет, ее себе оставил, кстати. И БКБ. Совсем скоро у ВР-ки будет уже. Буквально 100 голды. И все. БКБ уже прилетит. И это безлимитная драка. Для нее. По крайней мере, пока Аегис и БКБ. Посмотрим, что... А что у инвокера, кстати? Митасик. Митасик, Весел. Трвала сейчас. Да. Я бы сказал так. Не густо. Не густо, не густо. Для 30-го левела инвокера реально не густо. Но... Ну, а сколько полезных действий от него было? Давай так. Два. Вот. Поэтому... Может, знаешь, сделаем отсылку такую к шторм-штормеру, да? Когда вот этот инвокер и Квас Вексовы просто бегают тебя, аннигилируют свою карту. Ты такой вспоминаешь об этом, и да, у тебя сразу флэшбэками... Такой, нет. Это в сравнении не годится. Ну, здесь, опять же, и против тебя не мальчики для битья играет. Это команда экстремгеймера. Когда ты стоишь у вайпера, невозможно его выиграть. Да. Можно в лучшем случае не проиграть. Ты играешь в гистолбэк, его невозможно убить, ты играешь вверху, невозможно убить. Куда тебе идти? Стой, качайся. Друг. Все верно. Можешь никуда не торопиться. Видимо, какой-то командный колл был, что давайте попробуем запреширить, а вдруг ошибутся. Но нет, видим, что на первых же таймингах этого Инта экстримы вроде как на фулл фокусе и не готовы, знаешь, спустя рукава играть эту стадию, да, так скажем, первую, мясорубочную, вот эти два дня спустя рукава. Поэтому, я думаю, экстримы с первого дня до последнего. Тем более, что китайский регион уже у нас сколько, два года, три не выигрывал интернешнл. Побольше. Побольше. Да, уже побольше даже, да. Уже в 8. Кстати, да, да, это все, там было OG, Spirit, вот же Spirit. Ну, давай так, 6-й у тебя выиграли, Wings, 7-й, 8-й, 9-й, Wings, 7-й, 10-й, 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 12-й. Спирит? Спирит, 11-й, 13-й, да. Значит, просто здесь сижу и перечисляю, понимаю, что как будто бы вот, должна быть, Spirit, Thunder Spirit, а я хочу кого-то еще назвать. Так, ну вот, вот, так, это оно, это драка, это драка, это драка. Arrow пролетает мимо, но просветил, Bristelback пошел, торнадо по нему одного, а ему, оп, успел развернуться. Неплохо залетел Bristelback здесь, астрайк прилетает с XS, отжирается, но ненадолго, давай Ламу отсюда убегает, прожимает, стампит, Гектор прожимает, БКБ дерется, накидывает с ПКМа здесь XMу. И в итоге Ами теряет Аегис, и очень плохо дерево прямо сейчас, он погибает, это пока что размен 3 в 1. Ну и вот Ами встает после законченного Аегиса, и это будет сломанная Д2 вышка на боте, судя по всему, потому что драться без Bristelback и без дерева здесь уже, понятное дело, никто не будет. Слушай, а драка-то неплохая получилась для команды героя. Драка отлично, еще бы понимать, чего я как отклеилась. Я не понял, как Bristelback там оказался под таким скопом демиджа. Он запланированно захотел, развернулся, типа, я сейчас попадаю. Впитаю. Пофырка, пофырка. Ну, есть его задача дать макс урона. Здесь он погиб в процессе, ну что же, бывает. А вот то, что Bristelback погибла, раз и никого не забрала, это, конечно, мимо. Сейчас смотри, еще раз. Зуберица уйдет танчить за себя. Что он единственный, который будет все сделать. У него забайтились. У него достигла очень сильный экшн-сил. Стайк вот Bristelback, в моем понимании. Он очень поздно поражал бы лоттон, во-первых. То есть поражал бы сразу там вообще бы, он жил бы, и, скорее всего, драка была бы выиграна в одни ворота для команды Extreme Gaming. Но слагать на наклонение Дота не терпит. И вот такое сейчас преимущество небольшое вырисовывается уже для команды героик. И по обжективам в целом, и по деньгам чуть-чуть. Ну, все так же, тысячи держатся. А теперь забрать Торментера. И кому же упадет у нас Шардецкий? Омнику. Омнику. Полезный ли этот Шардецкий? Не особо. Не особо. А вот кому было бы лучше здесь, как думаешь? Пускай. Пускай, да? У тебя есть выбор между четвертым и пятым, Пускай был бы лучше. Если выбрать кому угодно в Доте отдать своих героев, то ДК стаж Кентавр. У ДК спамящен Фэрбол. У Кентавра суперская вот штукенция. Скажу, Добл Эджем. Там Допстаки. Ну, да, нет, вот эти Допстаки, это, конечно... Допхп, ты сидишь, просто лупишь, там какой-то нереальный жир происходит. А представь, если у тебя еще Антайнг с Аганимом какой-то вкупе с этим товарищем. Антайнг, ты еще можешь взять аспект левый, где ты нынешь урон, там... Нет, у тебя аура является для тиммейтов. Там левый аспект, потому что ты бьешь Добл Эджем с итогом урона от того, сколько ты получил. Да. Типа, ну, там есть лимит. Ну, там за какой-то прошедший, там 30, условно, секунды. Ну, там за 5, без разницы. Урона, как раз, очень много. Опа, здесь драка, нападение на Гектор. И прожимает Солвар. Полетели страшные дэмэджи, и все-таки здесь прожимает СГА, и Гектор отсюда убегает под репелом, под БКБ. Все. Зайвейдили драку героики. Заставили поражать все самые важные скиллы для команды. Экстрим Гейминг. И, по сути, ультимейт остается... Ну, ни у кого. Нет, все, ни у кого ультимейта нету. Можно расходиться. А вот теперь можно контратаку провести, и здесь будет нападение. Диуай светит. И вот прилетает Конкассив в Эксесса. Но... Сами решают все-таки отойти здесь. Вы не готовы! Говорит команда героек. Слушай, героек смотрят симпатично. Ну, дефолтно. Дефолтно смотрится неплохо. В том плане, что они же тоже понимают... Ну, конечно. Как Гаррит Интернешн. У нас выходочередной. Залетает все в тринтау, и ультимейт не будет очень больно при столбеку. Но все стоят в битнирах. Все стоят в битнирах. Но не в луже. Пыркает ХХС, и урона хватило забрать его. Вопрос только теперь. Совершенно это вверх. Гритняга. Она падает. Я говорю, никто в луже не стоял в момент этой драки. У нас только обник погибает. Еще один. Вписывается в драку ХХС и погибает. Ксеньки тоже. Это минус 5, и это 4 кила для Гектор. Это фулл 5-мен тимвайп. Команда героек сразу 5000 преимущества. Вот тебе на. Вот тебе на. А что теперь делать-то? Самый главный вопрос команде Экстрим Гейминг. Уходить в глубокий фарм в суперлейты от дефа? Ну да. Но им надо как-то более кучно, что ли. Я не очень понимаю, как они даже должны это. Нет, я вижу. Я посмотрел, как они это залили. То есть они пытались убить ДК, и у них не получилось. Причем уже не первый раз. Это третий раз подряд за последние минуты 4, наверное. Так, вопрос повтор. Во-первых, тентак, конечно, не хватило. Понимаете, 100%. Но мне каждый раз интересно, а что не так жмет ВР? Вот смотри, миллион хп у всех снято. Он в БКБ заходит? Ну, во-первых... А, он в БКБ... Он БКБ прожал уже потом. То есть он первоначально фокус-файром надамажил себя с БМа. Со стороны Кентавра. Поэтому, ну, как-то так. Ну и очень много дамэджа уже у Гектора. По формой. Самое главное, что у него есть МКБ. И это позволяет убить ВР, вот тут. То есть, давайте... Я посмотрел внимательнейшим образом повторы. Да, она отъехала, потому что ДК просто бил. То есть раз, два, три, четыре. Хп кончилась. И это... А, кстати, МКБ уже... Кстати, оно было в этой драке? Было, было, было. Было, было, да. Все, тогда без вопросов. И вот тут как раз-таки теперь у нас 7 тысяч голды перевес. Между кор-героями. И возвращаемся к тому, что 2-5 статана ВР-ки вами. Ну, не получается. Не тащит он свою команду вперед. И тут я такой... Ну, может, все-таки дело не в нем, а в сетапе, в матчапе каком-то. Да нет, ВР-ки легко такое... То есть, это играбель. Тяжело в некотором роде и заумно. Но ты мог его забанить. Но не забанил. Они же забанили Тинкер. И потом Войт. Но Тинкер пятерка вообще прям так-то тоже неприятна. Тинкер был бы так же неприятен, т.д. и т.п. Но Войт-то каким Аккаром нам оказался. Вот это я тоже не понял. Есть сравнение по добитым крипам. И ты понимаешь, кто у нас сегодня фармер. А у нас прямо сейчас готов появиться Камнеголовый. Он же Месье Рошан. И там сразу же... Две очень нужные штуки. И кажется мне, что заберет его команда героик. И просто пойдет по одной линии. И может в целом-то и закончить первую карту, грубо говоря. Если выиграют сейчас какую-то следующую драку. И там нужно будет смотреть статус байбэков. 22,5 тысячи УДК, друзья. 22,500. У Верки 14,800. А помните первые там минуты? Не так давно до Верки была выше. Первые три строчки на Творца были за экстрим. Да. ДК, конечно, вписался. Вайпер выписался из топ-3. Уехал в топ-6. Ну, Вайпер тоже такой сноубольный довольно-то персонаж. Да, это одно из-то, опять же. Ну, если вот сейчас они там на 10-15 еще поиграют. Но все равно все равно экстримом все будет не так плохо. То есть надо брать всегда помнить. И герои берут гем, чтобы тронтан находить гем, чтобы варды ломать. Что-то по карте зажимать. Определенного рода работы проводится, чтобы со своей стороны ускорить наступление финального файта, где соперник программно пишет ГГ. Я думаю, кстати, сейчас вполне вероятно, может быть одна из последних драк. Я думаю, что платформа попытается, во-первых, забрать Т2 на топе и попытается выбить Глиф и на Т3 зайти. Почему нет? Так, нашли здесь все-таки Дивай и Дивай, до свидания. Еще и Грун забрал Шенбокер. Да. И сейчас возможность успеть забрать свою. Объезжая же иллюзия. Какой же шустрый этот парень. Он определеннейшим образом хорош на Энвокере. Ну, КСМ, точнее, КСМ пытается хотя бы как-то здесь распличивать по линии, но мы четкий вектор от команды героек наблюдаем, дорогие друзья. Это выход на Т3 уже, потому что Т2 пала очень-очень быстро. И так будет с любым Абсолют Тавером посмотреть, что просто творится. Вынудили поражать Глиф сейчас игроков команды Экстрим Гейминг, но не будет отходить Гектор. Мансует от Эрроу. Ну и готов. Дальше, дальше, дальше. Фит, фит, фит. Накидывает демиджи. И Гектор принимает весь демидж. Себя на него навесили. Лотос Орб. И дальше просто идет сплошной выхил. Там и репейл. Все есть. Как это остановить? Непонятно. Милишный барак падает. Остается только ранжевой. В принципе, могут отсюда отойти и пойти дальше по центру. И так будет дальше. Со следующей формой. Через 50 секунд. А Гиды Бессмертия еще 3,5 минуты будет действовать на этот момент. Ладно, 3. И перевес между коргероями-то меньше не становится. У нас было 7, теперь уже 8. Да. Ну, понятно, что сконцентрировано все плюс-минус преимущества команды героек в одном персонаже, но его величие настолько сейчас имеет вес, что, по сути, это единственная главная угроза. Прямая трону команда Extreme Gaming. Да, там за спиной, конечно, Кентавр. Там за спиной и Омник Найт. И как с этими ребятами бороться, непонятно. Ты вроде хочешь какой-то смокганг-отряд устроить, но не можешь. Надо выйти спину, найти Омник, убить Омника. Вот это... Это то, что им надо сделать. Ну, если у тебя такой burst damage... Тогда покачайся. Вот. Ну, у тебя нет уже опции качаться. Тебе снесли первую линию. Сейчас вышлю вторую. Да хоть все три пусть сносит. Пока стоит трон, Extreme могут выиграть. SoloBristabek может выиграть до сих пор. Окей. Я здесь ни в коем случае спорить не буду. Я просто пытался представить, как это будет выглядеть. Долго и муторно. Да, долго и муторно. Но, опять же, это International. Лучшие команды мира отобрались сыграть здесь и показать свою лучшую игру. Возможно, это она, но нет, она. На этой карте, к сожалению, Верка показывает перфумус. Соседничка. Ну да, хотя, помнишь, мы говорили о том, что инвокер, да, зачем ты куда-то бегаешь, там, что-то всплитишь, где-то помогаешь драться. Ты стоишь против вайпера, стой, фарми. Казалось бы, ранние ошибки со стороны команды героев тоже могли им стоить здесь первую карту, но мы видим, что левый тройвит тоже могут не хило от команды Extreme Gaming. Но посмотрим, Т2 на центре падает и пойдут с формой заходить ломать еще одну сторону. Да, позволит ли им так легко сделать это во второй раз? Сейчас узнаем. Ну, они как будто бы уже не имеют права заивейдить эту драку. Да, полетела форма от ДК, 21 уровень, уже очень больно наваливает. Все, здесь Солар, здесь репейлы. Ну и в спину заход от Ами, попытка будет убить Омни Найта. И здесь пытается хоть какую-то информацию найти для своей команды. Товарищ Кентавр, и все, полетели на Омника. Гледнер прожимается, связка и прожимается Гай. Кажется, дорогие друзья, здесь будет очень и очень интересная драка. XXS очень много демажа напиливает прямо сейчас. Давай, Лама, остается буквально без жизни. И все-таки в рассыпную раскидывается команда героев. XenQ еле-еле живой, откидывает еще одну Лару. Гектор мансует, от нее попадает в крипа. И даже не выбили Аегис. А по ресурсам что? А по ресурсам все очень и очень плохо. Попадает в лужу. Давай, Лама, стан, стан, страйк мимо. Стрела хорошая по Гектору, но не забываем, что там еще Эгида действует. Солар накидывается и отходит, отходит. И все-таки максимально, точнее, большими силами отбилась команда Extreme Gaming сейчас. И даже Т3 не потеряла. Вроде как готов выхиливать все это дело. Тренд протектор. Не сумели забрать Омника, не хватает демеджа. Надо больше. Надо больше золота. А там Хекс появляется инвокера. Ой-ой. Действительно ой-ой. Потому что с Эва против Хекса хорошего нет. Ну а здесь, когда у инвокера появляется Хекс, можно сказать одну фразу. Чина за сюда. Сюда и этот артефакт действительно, кажется, уже не оставит никого в живых из команды Extreme Gaming. Любой таргет бери, здесь действительно будет погибель. Забирает Стормент Ран, Ами получает. Ну, шарт хороший, конечно. Шарт хороший, но, правда, цена за этот шарт. К сожалению, лицо трещит. 70 секунд без. Бай БК. Ну, получается, прогрели только что. 20 секунд. Аегис остается у ТК. Он прожимает форму. Это будет заход на оранжевый барак. Это минус верхняя сторона уж точно. Давай Лама. Решил подсветиться. Найти здесь Хекс СС. Накидывают Лотус. Гектор просто ПКМ бьет, бьет строение. Понимает, что он это делает очень-очень хорошо. И можно дальше, в принципе, пока ВР-ки нет, Аегис заканчивается. Потому что сейчас в центре... Они же не знают, что ВР-ки нет. Ну, просто пойти забайтить на байбэк. Да, и вот сейчас они аккуратнее будут куда-то забайтить на байбэк. А то если выйти, думаю, что ВР-ка выкопится, а ВР-ка не выкопится. 33 секунды у них есть, и сейчас Гектор, он съест. Боже, как же больно этому строению. Как же больно здесь Бристлбэк. Прожимается еще один глиф, и вот все, на глиф забайтили. Но я думаю, продолжение здесь... Да не с нами, конечно, надо идти. Будет. Ждем пачку крипов. Все-таки пробивает. Пробивает ВР. Пробивает ВР. Очень много урона. Слушай, 9 тысяч. Ладно, 8 тысяч преимущества. И в рассыпную уходит команда героик. Могут Рошан подожать следующего. Да, нам поедут через 2 минуты. Тире 5. Тире 5. Ну да, это первый тайминг Рошана, в котором может прогнуть. Так, так, так. Нужен какой-то план. Какой-то план нужен. Я смотрю на каждый файт. Опа, ДД. Пошмотки у каждого пора, а урона все не хватает. А может быть... Ну нет. Ну это что за симфония скиллов сейчас? ВР забирает ДД. Возможно, стоит смакануться. Как-то сейчас где-то подловить. А, ну тут в принципе Гектор и сам подставляется. Парни. Говорят, у меня откудашилась форма. БКБ есть 6-секундная. Я готов накидывать. Ну и падают бараки. Падают бараки. Гектор уходит отсюда. 10 тысяч преимуществ. Но экстримы пока еще борются. Так. Пошел ультимейт от дерева. Солар прожимается его теперь. ДК прожимает. БКБ Скофилл здесь погибает довольно быстро. Он очень хрупкий. А вот у Дива огромный проблем. Прожимается Гайя. Гектор напиливает. Пытается уйти отсюда к Синькью. И у него это получается сделать. Санстрайк никого. Ну а теперь Гектор дерется один на один. А нет. Все-таки Амми здесь помогает. У Амми ДД напомню. Получает бласт. И он вообще не бьет. Долго. 90 секунд без него. Давай Ламан. Посмотри просто, что он делает под этим шартом. 5700 хп. Его пилит всем силом. И пока что не получается пробить. Прожимает БМ. И выхиливает еще и Омник. Омник. Как же много он здесь делает. Репел. Отхил. Все здесь. И стрела мимо пролетает. Ну и готов на себя был вектор внимания оттянуть Омника. Еще и ветра от аналога. И в рассыпную уходит здесь команда. Героик. И да ладно со страйком. Не попадает аналог. И забирают все-таки здесь этого. Жесткого Омник Найта. И 7000-6000 преимуществ траков. Плюс. Наконец-то отыграли. То есть ББК Трента помог. Это раз моментик. Теперь еще и Гем забрали. Второй моментик. Как раз таки. Учитывая, что ДК только что купил шебы. Я думаю, это не самое приятное для него известие. Ну да. Ну настакал он себе там прям очень приятно. Там было хорошо, да. Но у нас продолжается вот эта вот зона фарма, разделение и властвование, так называемое. Потому что все бегают, что-то хотят. Опять же, да, вот представь, как было героикам легко, дождите синие Рошана. Да. Вот имею этот самый добр в жизни. Это дисциплина. О, о чем я и хотел сказать. Многие же команды этим становятся, знаешь, это умение закончить игру так, как это, ну, должно быть по канону. Дождаться Рошана, где у тебя полный карблаш будет, при заходе на сторону, ты можешь сломать все, что угодно, от лица до трона. И все, проблем никаких не будет. Это же есть мастерство. У меня какой-то баннер там, какой-то что-то еще. Так баннер, тем более, да, есть. И, возможно, кстати, я вот не помню, ставили они его или нет, этот баннер. Они же потому что второго Рошана забирали. Нет, он появится четыре секунды, второй Рошана. Подожди, они забирали же предыдущего Рошана. Ну, это его первый. Нет, нет, стоп. Первого забирали экстримы, а второй герой, да, ты прав, они должны. Да, здесь просто у нас ошибка. Нет, может, не ошибка, типа, сейчас был второй, а появится, и будет три написано. А, ну, наверное, да. Вот, и там был баннер во втором Рошане, это сто процентов. Ну, и действительно, через семь секунд Рошан появится. И Смаки сразу же в таймингах все прекрасно понимает команда Экстрим Гейминг. Ну, и полетели-поехали, готовы, готовы принимать. Сразу же полетел Санстрайк в Рошпит, и никого там не нашли. Аксинг Ю делает ТП, понимает, что нужно все-таки отпушить центр. Ну, и в Смаке также команды героек зашли во вражескую 3. И готовы подловить в спину. А, честно говоря, в Рошпите, как мне кажется, шансов-то немного у команды Экстрим Гейминг. Ну, если вот так заходить, вот с ним по баннерам, кстати, найдено умненько. Просто они не успеют. Они вот заходят, там даблсканы прошли с одной и с другой стороны, и все вроде понятно. И просто пэшимся отсюда. Да, да, действительно, все прожимают телепорты. Не успели героики, не успели. И отдали Рошан. Честно говоря, я не скажу, что это как-то прям сильно меняет курс дела, вот этот Рошан. Ну, он дает... Он нами дает право на ошибку. Нет, тут дело всегда в очень простой опции. Если Айгис у тебя, он не от его соперника. И, может быть, Экстрим он не очень много дает. Такое может быть. Он ничего не дает героикам. Да. И это очень важный момент. У нас появляется Аганим у ВР. Ну, что, осталось с 25-й и заживем. А вот с 25-м там будет очень-очень плотненько. Типа оно и так неплохо вылетит на 25-м, хорошо будет смотреться. И вновь продолжается фарм. И у ДК с 80 тысяч. Осталось всего 3 тысячи перед ВР. Преимущество общей командной в пользу Экстрим. И вот как ты понимаешь... 10 тысяч преимущества было потеряно командой героя. Да, вот потихонечку игра реально скатывается к этому лейту. А кто у тебя у нас сильнее? Экстрим. Вайпер, определенно. Поэтому мы, конечно, с тобой с ним смотрим, наблюдаем. Но мне кажется, что вот точка невозврата, она все ближе. Для команды героек. Для команды героек, да. То есть в тот момент, когда... Вот ДК откройте нам, пожалуйста, на секунду. Потому что если Торментры и без него заберут. А вот скажи мне, как много слотов он еще можете добавить? Аганим, Шард и Моншард. Не густ, правильно? Да. Сделать ли это его прям сильно-сильнее? Нет. Ну вот и получается, думаю, мы ВДК там примерно полимит. Так у нас возможный финальный файт, если сильно успешно он закончится для кого-нибудь. Здесь команд. Икс почти погиб. Начинает хилиться. Вот стой он оживет. Тут всем очень больно. Дивайс с спины просто по всем падает. У нас тп-шится умник. Не может дать показать. Ой-ой-ой, Ами! Какой страшный дэмэдж! Прожимает Ганну непознанно Ли. Тут погибает сразу два героя команды. Геройка. И давай Лама тоже, скорее всего, отправляется в таверну. Отправляется небытие. Прожимается Глейтнер. И это минус три. Заход на рампу от команды. Экстрим Гейминг должен быть. Да, друзья, вот это подрались. А вот это Верка залетела просто из тумана войны. На три лица команды героик. Это было очень сильно. И это даже не 25-й. Это не 25-й Вайпер, это не 25-й Верка. Ну, Верка на два цвета взяла бы, наверное, что-нибудь. Типа, Undispellable Windrun. То есть, знаешь, там есть варианты. Которые, ну, я бы не сказал это как жесткое усиление урона или что-то такое. Просто хороший, приятный бон. Титовый. Титовый, может быть, там левый талант. Левый талант. Вайпер у нас с тобой не два цвета. А он как раз-таки сильно запустится. А ему еще есть куда скелиться. Да, он левый по шмоткам, да. Но, к сожалению, для героев игра заканчивается. Да, потому что байбеков нет. Три героя в таверне. Вот так вот, казалось бы, из абсолютно выигрышной ситуации. Команда героик просто канала на вторую карту. И первая выигрывает команда Экстрим. Ну, ладно, здесь попытается еще ДК хоть что-то выписать. Ну, давай, Лама говорит, давай, ГГ. Не пустит его никуда уже отсюда. Но это класс. Это дисциплина. Дисциплина бьет класс. Слушай, не дисциплина. Я бы не так назвал. Это дефолтная игра. Да, вот ты играешь в доту, дефолтную игру. Вот для тебя как она выглядит? Либо три. Зато три на втором, да. То есть, либо у тебя дефолтный герой. Ну вот, и вивер был чем хорош? Сразу спасибо. Ну, плюс нулевой была джиминет атака. На плюс там пять или плюс ноль урон. Я не помню точно цифру. Вот стартовую. Ну, допустим, пусть будет плюс пять. Неважно. Ни на что не влияет. Потому что... У нас уже уроны забрали. Да, главная эта фишка, что ты плюешься вот с плюс шестьдесят второй тычкой. И сейчас он послабее стал. У тебя фишка была в том, что ты берешь шарт, ты очень сильный. Тебе там... Его не стали дебусть. Тебе срезали двадцатого левела талантно. Там на шикучий дэмэдж. Ну, то есть вот туда-сюда покрутили, повертели героя как могли. И если не ленивенько нашему дорогому обзерверу, не переключаясь с этой линии, вивера еще разок показать. Да, видишь, у него все еще скитер степ взят, аспект. Но вот его не сильно трогали. Но очень сильно бафли просто второй. ФБшечка будет. Либо с одной, либо со второй стороны. Сейчас довольно быстро. Давайте смотреть. Давай лама. Кажется, отсюда не уходит. Да, еще есть койла от СФа. Прилетает еще одна тычка. Но все-таки первыми делают ФБ ребята из команды героек. И забрали визажа. Три-один вот так вот встали по линиям со старта. И в итоге еще и Алхимик погибает здесь в боте. Ну, нормально. Запреширил Тауэр своим телом поплатился за это. Не, ему ок. Я думаю, что это был его план. Мне просто понравилось, что вот они нападают на Дума. Но они же видят, что он один. Да. И ХХС такой, ребята, я знаю, где его друг. Меня в это время тоже жестко месит. Но в итоге я сразу это видел по миникарте. Да, что с одной стороны три, что с другой три. Я понимал, что это будет ФБ для одной ИС. Но вот я, честно говоря, думал, что быстрее экстрима за счет Кайлов СФ. Там быстренько возбреют. Но пожирнее все-таки оказался у нас товарищ на Думе. Так, ну и Дивай прячет Скофилда здесь. Полетели души в сторону просто Атами. Ну и Скофилда здесь. Ой, Скофилда. Скофилда. Здесь просто, да, разменяли на хпшечки. И все, расход. 10-2 Войт Спирит. 8-2 пак. Пока что Войт Спирит стоит весьма, весьма неплохо. Боттл уже прилетел. А аналогов вроде как тоже должен быть Боттл. Я думаю, что у него есть. Это было бы странно, если его не было. Неплохо сыгранное, кстати. Прочитал прям до миллисекунды тайминга, когда захочешь нажать Войт Спирит в свою обилку. Здесь продолжается прогрев Снайпера, Скайлов. Но без мана остается СФ, потому что моноберн крип у Дума. И что по поводу хотел МИДа поговорить, что главная фишка не в том, как ты на самом деле в мин матча обстоишь, а как ты потом карту двигаешь. И Войт Спирит на плане неплохой герой, потому что он не хуже пака по мобильности. То есть, следовательно, если пак где-то пошел играть не доту, ты можешь сыграть в противовес. Он в топ, ты вниз. Он вниз, ты в топ. Или наоборот, ты прямо в него. То есть он вниз, и ты вниз сможешь успеть, и тоже прийти, и тоже руны законтролить, и все это сделать. Так что теперь давай, смотрите, у нас по линиям, да, пак все еще по крипам немного проигрывает, но тут не критично. У СФ против Дума, думаю, там с Девара свое дверь, я думаю, тоже пока не критично, но вопрос только в топ-линии. И здесь мы видим, что у Вивера 15, у Визажа 9, и сейчас Вир делает второй фраг. А там все куча, да, откатились, и Гектор спокойно отсюда уйдет. И, ну, кстати, возможно... А Ки-Джей уйдет, нет? Нет, XS возвращается на линию все-таки там экспа, там крипчики, там денежки потенциальные. Возвращается сюда обратно. Ну, пока смотрится весьма неплохо по линиям, да, команда героек? Ну, сойдет. Определенно сойдет. Давай так. Иногда ты приходишь, вот, например, на матч, сейчас я какую-нибудь команду, возможно, обижу, ну, допустим, допустим, Yellow Submarine. Вот таких мы вспомнили, да, ну, то есть, очевидно, они не каунтят, скорее всего, как сейчас прямо тир там 1 или тир 0 команда, то есть, ну, там, серединички, да, там, что-то делают. И вот ты придешь на матч Yellow Submarine против Falcon. Ну, у тебя ожидание, что реально за 20 вынесут. Ну, и, скорее всего, так оно и случится. Опять же, здесь героики, они никогда не находятся в позиции челов, которых могут вообще вынести за 20. Да, и так иногда случается, но они никогда не находятся в этой позиции. Они иногда находятся в позиции Falcon, да, типа, их соперника, это Yellow Submarine. Ох ты, нас здесь подловили, да, кстати, может быть, под... По-первых, можно здесь ее очень жестко получить. XXS выживает все-таки. Ну, весь плювок сейчас тяжело, но он подтянул, дал дэмэджи, очень круто сделал. В итоге два фрага сделали ребята из героев сверху. Снизу забирает параллельно этому SF. 6-1. Нормальный старт. Очень хорошо по сайдам начали. Вот помню, что я интересовался, вот я не представляю, как могут выиграть ребята эту игру, если, конечно, все сайты задуменируют. Если не выиграть три линии, да. И вот сейчас они близки к тому, чтобы две из трех уже записать в свою копилку, да, в свои достижения. Ну, XM как раз-таки вот, ну, знаешь, вот, был бы здесь от него, например, что он Spirit, а против него там Ember, не Ember, а Husker, я бы сказал, что да, шансы реально очень хорошие и крутые. Нормально там просто Monoburn'ом давай лампу. Это не Monoburn' уже. К сожалению, это уже гарпи-штормодел. Да, да, да. Вспоминается какой-то из انтов, когда Пупей, по-моему, да, на этой гарпи там тоже грязи наделывал. Каждая игра, вот, можно не стоять даже International. Конечно, любой, любой турнир, любой, там, Ченен, Ча, Дум, Доминатор иногда, знаешь, даже просто берешь. И вот она настолько душная, это гарпи, особенно на лоу-левеле, ну, просто невозможно. И стоит давай лампа, вот, довольный, там, за 50 этих Monocost, сколько там сейчас он стоит, я не помню, 60? 60, да. За 60 Monocost сидит и просто выпьет в тебя вот эту молнию, и все. И ты понимаешь, что мне надо напасть, убить его прямо сейчас, и фармить, пока он мертв, потому что иначе я просто не могу фармить. И нужна помощь, нужны перетяжки, ну, конечно, в СК, вот что-то и выходит, не удается ему помочь, сапируй на счета еще дополнительно, ко всему прочему. Ну, смотри-ка, пошел, пошел, ну, да, он его убивает здесь, понятное дело. Вообще, мана не так много. Ну, есть стики еще. Ну, ладно, хотя бы вот так вот, на курьера. Арбу мог бы дать, честно говоря, знаешь, на Абум-то. Ну, и мана мало. То есть, вот, ты не хочешь рисковать в такой ситуации, ну, нажал. Допустим, попал, но этого не хватит. То есть, мне нужно будет прилететь, нажать shift, у меня не будет мана на телепорт. Это любой телепорт ко мне, это значит, подфить могу, поэтому пак сыграл в доту, и вишек Сэм сыграл в доту. И вот это о том и речь, что у тебя в текущей мете желательно иметь персонажи, который может пойти сделать что-то на сайтах. И второй важный момент. Я попробую вернуться к ним после вот этого момента, потому что здесь опять закрывает опять под плюс уроном Киеван. Хорошая шара. Да, и вот, возвращаясь к тому, что хотел сказать, что они сразу пойдут на руну XP. И здесь забирает XM, а слева забирает вектор. То есть и руны героев тоже отдавать не намерены. Так, с инкьюзи что-то подсветился. Походу, кстати, тоже может отправиться. Нормально успелось кинуть. Но вивер готов душить дальше или все-таки уйдет? Не-не-не-не. Придется нажимать таймлапс, да, и уходить отсюда. XXS делает телепорт, и наказать хотелось бы, но не получится. Получится. Так здесь. Ну, XMQ здесь погибнет, да. И погибнет снова в визаж. Или нет, даже из 7 стиков. Он хотел сплюнуть. Да, это минус тусик, но тусик сделал настолько максимум из всей этой ситуации. Он Сиреса отдал. Да, да, да. То есть он реально вышел победителем с этого файта. Ну, хоть вся команда героев. Хоть и суммарно счет 5-10. Но вообще командный опять у нас перевес 1000 голды. То есть разнос какого-то не предвидится. Хотя форс вивера немного пугает. Да, 5000 уже. Ну, там SF вроде когда дабл киллом снизу поправил свою ситуацию. Была она немного критична в отрицательную сторону. Потому что там тоже поддушил давай ламы его со снайпером. Ну, и у нас вот первый объект все-таки падает. Гектор сломал вышку в топе. Ну, и будет какой-то регрупп сейчас. Так, заряжает банку к Синкью. И да, а поскольку попадает под тучкой, здесь, конечно, очень-очень больно. И спрятал ШД, он здесь. Смотри, сейчас супертайминги взрывают думы. Не дают ему раскисовать ничего. Очень хорошо. Вы спалили, что сюда делать телепорт вивер. Им бы что-то отменить его. Так что вот в очередной раз. Каким бы ни было личное исполнение, какие бы ни пришли герои к тебе на линию, помни, что главное, что вы команда. И надо делать хорошие командные действия. И не бойся, если ты один. Бойся, если ты ноль. Ну, не бойся, если вы вместе. И вас здесь. Чей-то знакомый девиз. Ладно, здесь попытка нападения. На пак притягивается. Ну, и к самому тяжело пробить будет. Да-да, подожди, иду мне. Если успеет нажать. Все, теперь убьют. Убьют, да. ШД сейчас надо спрятать. А нет, еще не все пролететь. Можно было бы спрятать. Так он догорел бы все равно. Да, но ты там знаешь, что это там вот. Еще кто-то успел прилететь. Ты на кого-то в ответ чем-то. То есть ты затягиваешь файт. И вот заставляешь Челов оставаться здесь. Не идти куда-то на другие линии. У тебя время там фармит СС, фармит Вивер. Это полезно. Жаль, не успел прилететь, и мы не узнаем, чем бы это все обернулось. А пока продолжают душить ШД, точнее его иллюзии. Ну, пока прям хороший старт на самом деле, в плане передвижения по карте. Несмотря на то, что, да, он сейчас там, ну, 4200 у него. Ну, кстати, 4000 у Войт Спирита, он даже опережает его. Его выходы успешные. Да, но тут важный момент. Вот я видел сейчас пока на Уксин-Кью, что он покупает себе даггер. Дефолтная четверка, милишная, ну, как Тинни, знаешь. Да. Не проблема для него, когда-то купят. Я уже подпрыгивал, не забрал руду, к сожалению. Так вот, будет ли он, интересно, потом собирать агонит для подарка? Может быть. Если будет, то кому? Потому что я вот смотрю на визажу, ну, по гайфу. Войт Спирта, он против Пака, вообще супер-супер. Да. Пок, что ДСФ, Вишня, если ты получишь. Да, там уже Shadow Demon, почему нет? Да, да. Shadow Demon тоже хорошо. Как будто бы, знаешь, исходя из этой логики, мне кажется, Лейт вообще невозможно драфтом X10 проиграть в этой игре. Потому что я просто вот... Алхимик дает слишком большую разницу. А пока у нас смог вылазка. Скофилл стоит прям ревилен. Но здесь три героя на него нападают. Да, Ultimate потратил Дюай и... Давай Лава просто пробивает землю. Беги-беги-беги, маленький. Зэксэ. Минус 7. Нет, дождь, пока живет. Пока живет. Сейчас баночка опять. Баночка будет. Просто, просто вот представь, сколько времени он живет. Да ладно, он ушел. Сколько времени он живет и выживает. А XXS снова погибает. Да, и что в это время никто из команды вообще не пришел ему на помощь. О, какой Теребл демаж от XM залетает. Но все-таки прячет своего мидера у нас Тусик. Пытается уйти. Колба по двоим, это минус один. О, Бак-то выжил. Все-таки Норбео улетел. И здесь Шарапнелли снимает очень много хп. Дивай будет погибать. И здесь очень хороший контроль вокруг Гектора. XM. Остается жить. Бак выжил. Причем товарищ 4 налог выжил только потому, что в шифте переждал эффект урона с ультимейта Боя Тспирита. Да. Так бы, скорее всего, его бы заберстило и все. И до свидания. Мне нравится, очень нравится вот это, знаешь. У нас было всего, по-моему, там порядка 30 фрагов за всю предыдущую игру. Он даже что-то поменьше. Да, 27. 24-24. Такое счет было. А здесь у нас уже 13-9. Вот активная дота. I like it. Это мы смотрим. Ну и руна волшебства. Опа, XM. Надо бы выжить теперь как-то. Да выжить-то должен, по идее. Да, подрубай, трону. Поехали. И наказывать. Должен. Но в любую секунду, там, был бы паковать имейт, и он просто институт уже подъехал. В итоге, действительно, пока выживает он, не выживает туз, как и ходит сюда Гектор. А Гектор, это сейчас, ой, как накидать может сильно с хайграунда. Бак погибает, и здесь XXS. И только пытается разменять, но прячет его прямо сейчас. Шаттл Демон, и таймлапс вынужден поражать Гектор. И XXS даже после Ассинейта живет. Это Джон Вик. Джон Неделя. Джон Неделя, да. Это, кстати, файт же реально был без СФ. Он одновременно был и без Дума. Но мне кажется, вот в рамках... Тимфайт замес. Знаешь, СФ как будто бы вот именно тимфайтовости больше дает. Yes. Чем Дум. И поэтому, как будто бы, может быть, даже для героев... Хорошо, что вот они вот без двух героев этот файт провели. Общая команда 4 на 4. Плохо, наверное, что они все равно его проиграли. Никого не забрав, потратив кучу времени, ресурсов. Героя. Так, ну и Алхимик. Время не передумал. Таггера ты его не увидишь пока что. Solar Crest. Да, по Вайсу, плюс играет в Solar Crest. Но Solar здесь хорош, на самом деле. Хотя и Blink здесь, учитывая то, насколько активна игра, может, был колл сейчас в экстримах. Вообще, если откроешь итомизацию пятерок, кто-то неожиданно там их научил, что надо просто на каждого героя просто брать салаты. Они все так делают, у всех вейнрейта просто в космос улетают. Я, кстати, тоже беру на пятерки, хотя я обычный рак, но он реально очень крутая шмотка. Он слишком хорош сейчас. Опять, кстати, это не первый раз, когда он слишком хорош. Его же даже подрезают на двор, морочат, там еще. Но он все еще в деле. Так, 14-е, руны экспы, будет файт, заберет все-таки руны экспы и надо бежать. Ну все, да, просто заберут фраг, SF отдадут, да, ами. Нафармил себе сразу же и все, пойдет дальше фармить. Стаки здесь имеют снайшах. Вообще, это, кстати, чревато вот так вот умирать. С одной стороны, ты обдаешь баф SF на минуту. Ну если он со спектом, с тем, который он взял. Я забыл название, но ты понял. То, что ты срезаешь на два броню героя на 70 секунд. И они стакуют. То есть если он в течение этой 70 секунд кого-то убьет, у него еще срежут. Еще раз, да. На 4 будет висеть в 70. Еще кого-то, ты понял, и так далее, и тому подобное. И оно вот настакивается. И это вот такой очень крутой девайс. Допонент к этому он же еще получает перманентно душу до смерти. Да. Потому что у него сейчас не 20-21, не 20-22, не 21-22, не 23. Вот он уже дошел до 20-24. И, сам понимаешь, то есть сейчас, например, идти драться, когда ты будешь подтоплен с армором, это очень не полезно. Но пытаются его сейчас забрать. Есть форсик. Как будто маловато героев. Снайпер закидывает шатнель. Наверное, заберут. Ну, должны его. Заберут. Ну, прячет пока что Shadow Demon. Живет, ну, недолго проживет здесь еще SF, понятно. Да, и все-таки погибает. Но погибает также Ипак, погибает Дум, дорогие друзья. Иксинг Ю пытается отсюда уйти, но, в принципе, под рейджем, да. Не будет тяжело там под Саларником, под Семь, Дивай тут доедает просто, знаешь, в борьбе саппортов Ки-Джеем. Но это 3 в 3 будет размен по итогам, да, потому что Дивай здесь уйдет. Дивай тут еще успеет напакостить. Есть баночка. Там Саларник, там тоже Саларник. Гектор не заиграться бы, а там же сейчас нет, нет, нет. Сэм был бы здесь. Я бы сказал, да, можно заиграться, но он не здесь. Линку, кстати, себе будет тарить сейчас Вивер. В такой более сайвовый вариант сейчас пойдет, да, у нас? А, Дум, играть за него, можно сказать. Не, на самом деле, ШД это правильное решение. Против Алхимика это правильное решение, вполне себе. Ну что же, и они смогли остановить этого Сэфа. 10500 у Вивера, тем временем, дорогие друзья. Ну и, кстати, вот, если бы у нас была опция, а может, у нас есть, кстати, опция показать вин пробабилити? Я думаю, что здесь где-то 60 на 40 в пользу команды Extreme Gaming, если честно. Смотрим по очередной реплей до предыдущей драки. Сэф пытался жить, сэвили его как только можно, но там и terrible, terrible damage получал по тучку. У нас еще и товарищ Давай Лама, и, да, взорвали здесь пака очень быстро. Но в итоге драка-то вышла плюс-минус сносной для команды Героик. 15-17, 32 фрага у нас уже за немного-немало, практически 17 минут. Это приятно, это приятно. Ну и Аганим действительно тарит у нас ксинкью. До него, понятное дело, еще все-таки. Ну, подождать придется. Но кто же будет первым адресатом? Сэф или же Войт Спирит? Вот так, если бы я был... О, поймали Вивера, успел спрятать. Есть, про сейф. Здесь сам ксинкью будет погибать. Вернулся Вивер. Вернулся Вивер. Просто в шардах стоит, но есть, есть еще, да, посредственно. Он под жуком, под выстрелом. Опасно. Так вот, если бы я был Сэфом, я бы сказал, дай мне огонь. Ну, понятно. А если бы я был Войт Спиритом, я бы сказал, дай мне огонь. Красавчик. ВВШД, да, но вот Войт Спирит, видишь, говорит, у меня есть. Но если бы я был Войт Спиритом, я бы сказал, купи мне огонь. Этот продастся, и я куплю что-то более полезное. Все правильно, все правильно. Ноль осуждения, сто понимания. Но, это если бы я был на месте каждого из них, поскольку я на своем месте. А они нет. Нет. То нужно им сказать, чтобы они так сказали. То, ну, я же не они. Не нужно им ничего говорить, сами справиться. Я говорю, чтобы в моем понимании, то на алхимике прикольно было бы в приоритете, наверное, отдать это все-таки. Либо Штуден, либо СФ. По этому сексессу, потому что, видишь, он... Ух ты, а как больно. И так сильно страдает в этой игре, хотя сейчас ему донатили немного денег. Для 500 голды мы их не заработали. Типа ему огонь, вот он его, конечно, может тоже будет там потом самособираться. Но, в моем понимании, не так он сильный здесь сейчас забусть. Насколько сильный здесь сейчас он забусть СФ и Штуден, особенно Штуден. Ну, СФ и сейчас появится уже БКБ. А это уже будет прям супер-бонус. Ну, что, и Патрашана, может быть, сразу пойдут у нас ребята из команды Extreme Gaming. Понимает ли это коллектив героев по-пу-пу-пу? Я думаю, что нет и не успеет. Они, в принципе, ничего сделать. Под тучкой, да, под горгульнику все это по-пу-пу-пу-пу-пу, быстренько заберет и под минус армором. Это сильно, это сильно. Ну, и, понятное дело, это все Аме должен забирать. Что там у XenQ по Аганиму? Я предлагаю тысяча две еще, наверное, где-то остается, наверное. Я думаю, тысяча четыре, тысяча три. Нет, нет, у него есть уже, да. Да, у него есть угракс. То есть тысяча три. Три тысячи, да. Нескоро. Нескоро. Минутки четыре. Но торопится ли он куда-нибудь? Кто понял жизнь, тот не спешит. Определенно, определенно. Ты пришел в неспешные драки, забрал первую карту, получил несканное удовольствие от геймплея на патме, сыграл 3-2-11. На чайке. Ну, типа того, да. И потом еще и выбросил с себя алхимика. Ну, не кайф ли? И вот ты стоишь уже, выгоняешь коров, фармишь мид. Вот ты уже тройка, ты уже двойка, ты уже единичка. Вы там где-то бегаете, пацаны, что-то наводите, и я гоним пока фармлю. Да, 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 давайте шороха. Вы же понимаете, да что? Ну, вообще, смотри, это же реально супер мув. Как на саппорте отжать фарму кора? Либо нагл, дерзко, да, либо на тебя обидится. А здесь, получается, на него нельзя обидеть, потому что он тебе фармит. Это, наоборот, это лучший тиммейт, потому что он фармит за тебя. А что, если он его в момент прям вот игры за скамит? Ну, я на самом деле не тебе. Ну, бывает, бывает, бывает. Ты себе, да, случайно, дабл кликом. Например, то, что ты понял концепт, что реально легко отжать фарм, потому что, типа, чуваки, я же... Во благо команды. Я фармлю не для себя, да, это все для вас. То, что я с этого получаю процентик, да, в виде бонуса на урон, на амплифай дэмиджа с магии и так далее. Это уже не важно. Это был лишь прилегающий, полезный такой бонус. Да, и тут на давай ламок. Видишь, что здесь земелька шумит и ставится пауза. Ну, пауза, пауза, потому что попросит на постоять чат, как ты к самому не попал. Это как я не попал? Вообще, интересно, что случилось, потому что нам показывают камеры. Надеюсь, это была не пупи пауза. Не сломал ли монитор, типа? Нет, там... Здесь, кстати, хороший вопрос. Потому что за давности лет мог немного шумиться. Но вроде как там был момент, что часа файт, они начали вышли от смырков, поставилась пауза. Вот в эту секунду. И они, ну, такие, типа, прикольно. Посмотрели, подумали, знаешь, пообсуждали игру. Как отыграться. Да, да, да. То есть что в такой сейчас сделать? То есть вот сейчас, типа, вот, должна была быть неожиданность, там, на реакции, там, как-то на... Не понятно, на чём надо было бы тащить, а тут ты всё обсудил, туда и т.п. Так и тут. Вот напал, не попало время на паузу. Спросили, типа, что? Я врываюсь? Да нет, нет, всё, мы не убиваем, типа, ставили. Ну, значит, такого формата. Так, шардецкий у нас для Тусика. Ну и фармит вражескую тройку команда Extreme Gaming. Чувствует себя вальяжно, понятное дело. И наличие гиды развязывает тебе руки. Ну, и здесь забирает XXS, да. Руну опыта. И 12 уровень получает. Да, вот новые горгульки. Поехали. Ну и, к слову, Пайп на очереди у визажа. Атос есть, Владмир есть. И минус также ещё... Ой, ещё и как раз-таки появляется шард для товарищей. Синкью. Первая строчка на Творца по-прежнему держится за Вивером, но неустанно наступает ему на пятки товарищ Шадуфинт. И проблема Вивера в драке с Шадуфинтом, что его минус армор долго стакается. С СФ он просто есть. И, мне кажется, по обилкам СФ полезнее прямо здесь, прямо сейчас. Поэтому Вивер, наверное, вот знаешь, как в монетаре не перебивать будет легко. Когда у него будет шард доедалус. Когда будет шард доедалус 25-й, и он стартанёт файт внутри СФ. Да. И просто выбежит из него под шардов, под всем этим прочим. Это ДТП. Вообще тяжело представить, как это должно работать. Потому что здесь тоже почти есть доедалус. А что ты ему хочешь на 25-м? Бесконечные Шикучи? Не-не, ты берёшь... Третью самую... Добр Джиминет Атаку. Добр Джиминет Атаку, да. Потому что у тебя вот, ну, она тоже с буссуроном, у тебя она вылетает там, не шард, не шард. То есть, там слишком много урона, и на каждых которых может критоночиться. Наверное, овер тысячу. А, у нас, кажется, попытка захода на рампу в исполнении команды Экстрим Гейминг. Сюда Скофил прилетает, сразу Шарапнеля с Сенейл. Ну, надо пачку съесть, надо выбрать время. То есть, по это, Шарапнель съедает пачку. Пак на позиции съедает пачку. А, кстати, тут могут сами влететь на Эксэма, в теории, игроки команды Герой. Ну, это Смок. А вот сейчас вот подловить. Идеально, идеально. А вот теперь нужно запёрстить дэмэджем, всё это дело. Ассасинейт полетел. Ну, и думаем, здесь поймают. Дорогие друзья, посмотрите, какие страшные тычки залетают от СФ. Ну, вовремя прячут тусик своего тиммейта. Гектор бегает вокруг драки и всё-таки попытается дожрать здесь бой Спирита. Он погибает. 50 секунд, а Ексэма ещё имеется. Размен на тусико и так же есть. Гектор получает страшные тычки по себе. Но под Соларом вроде как живёт, убегает отсюда. Ну, а Скофилд, скорее всего, здесь тоже убежит. А ещё и сразу же под червячками, под первым скиллом Вивера. Да, там можно очень-очень много урона получать. И поехали. БКБ. Это не зря так. Ну, не, 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 не. Ребята, будьте аккуратнее. Другалёк, а куда вы развернулись в эту драку? Зачем? Зачем? И вот теперь СФ заберёт ещё из Скофилда. Ну, и Гектору просто отсюда надо улетать. Зачем продолжили эту драку? Я не представляю, но если бы я был СФом, я бы сейчас, во-первых, сказал, где мы аганим. Это первое, что бы я спросил. Второе, конечно, ну, тебе реально не понятно, зачем они пошли в меня драться. Потому что я верну. Он получил 2 заряд душ, 2 вот этих 70 секунд работы пассивки. То есть он срезает сейчас нереальный армор. Вот там кого-нибудь из рядом будет навестись. Там уже будет цифра, она просто запредельная. Причём, самый-то главный ещё момент, они реально пошли в СФа. Они пошли в СФа с Айгисом. В этом вообще нет смысла никакого. Не, изначально-то они вошли в Войт Спирита. Ну, хорошо, но... Но потом вошли в СФ. Он стоит и ручку у него держит просто. То есть это, получается, вы вошли в СФа. В его... Вот если бы у него не было ног, он стоял как вышка, как герой, у него по факту их и нет. Если что, это вот, типа, вот эта... Двич, да? Он входит вот в доте, вот это жетоны, когда бьёшь. Там периодически бывает, там, типа, с бородой, что-нибудь. Там без снажа, без ног. И там могут быть и Медуза, Накс, Сирена, вот СФ в том числе. Д2 на Атоле. Вот, и типа, если представить, что он статичен, то вот радиус его атаки, это ты в него вошёл. Вот они вошли в его радиус атаки, это ошибка гигантская. То есть нельзя себе этого позволять. И вот поформил, чуть-чуть вышку забирал, да и дал, сготов. И смотри-ка по Нетворцам. Да, Вивер практически скоро перестанет быть первой строчкой Нетворца. Куплено впервые на этом герое. Тайминг покупки 24.50. Это на Интернешнл, по-любому. Ну, понятно. Впервые. Да, потому что это, да. В истории Доты. Для СФ, мне кажется, это слишком громкие слова. Буреза на 25-й минуте. Ну, ладно. Поехали. Какая-то драка, может быть, скоро у нас будет. А вот вынужден поражать БКП Вивер. И здесь, ой, теперь огромные проблемы. Павайс повесили сверху, но в итоге, да, здесь минус раз, да и минус два. Здесь, наверное, тоже неожидан отпускать. Да, Визажа тоже не отпустят. Минус два в исполнении герой, хорошая драка. Понял, что продолжает боковать. Богов, кстати, Дектор. Дефолтно хорош, так бы скажем. Ну, и опять же, линка у него имеется. Прожимается клифф. Ну, и все-таки-то два вышка здесь, конечно, спокойно, должны будут забрать. Да, сэвид еще и крипов на этот Tower. Ну, и плюс сверху, да, идет небольшое давление. Пытается, пытается там как-то отфармить ШД. А что у Шадоу Демона у нас полывался? Там 12 же есть? А, да, 13-го уже нормально. Мега. У него сейчас уже Гардиан Гриф скоро. Через 150 там голды. А в итоге-то Аганим отдали, я так понимаю, визажу, да? Я думаю, что пока никому не отдали. А он должен быть и нафармил его? Да, ну-ка, откуда-то, ну-ка. Ты нафармс видишь его? Не, подожди, алхимик вот. А, он же... У него есть один подаренный. Да. У него есть один подаренный, значит, в кого-то он его втюхал. Слушай, ну, визажа, значит? Возможно, это был Войт Спирит, которому подарили Аганим, и он купил что-то полезное. Дэ-дэ-дэ. Даб-даб-даб. Умом, умом. Ну, как ты и говорил. Опыт, опыт. Если бы я был Войт Спирит, я бы так и сказал, если честно. Вообще не думая. База. Эх ты. Ну, ладно, смог атака в исполнении Extreme Gaming. Посмотрим, кого подловят. Вообще интересно, да, что хотят в целом сейчас найти. Кого хотелось бы найти. Приоритетная цель есть ли у команды Extreme Gaming сейчас? Саппорт, наверное, это не тонны таких уже таймингов. Хочется какого-нибудь крепкого. Мне кажется, им надо найти любого героя. Задача напасть первым. И все, что им нужно сделать, просто напасть первым. Ну, да. Не, ну дэмэджа, конечно, у SF очень много. Но он уже и плотники, откровенно говоря. Ну, 2800, почти здорово. Но он сию взял. Действительно, хороший бонус. Так, пак. Нужно быть очень аккуратным здесь. Аналогом. Чтобы не стать 4 налогом. И вроде как среагировал. Там полсекундочек в ЛССФ. Причем, Вивер-то здесь, да, напрягает. Безюшку делает. И как будто, знаешь, говорит, ну там Рошана, ребята, не могут бить. Ну и пускай бьют. В принципе, в такой же ситуации оказались экстримы в предыдущей катке. Ничего им хорошо без двух сторон жилось. Нормально вообще кайфанули. Выиграли карту. Конечно, не, стороны это игрушка. Сторона это не трон. Это игрушка Вивера. Где он ее заберет. Пытается сейчас, возможно, зайти в этот файт ребята из героев. Потому что Вивера сделал сюда телепорт. Жуки пошли на помощь. И Рошан упал. Не успели, не уложились. Ами забирает себе вторую жизнь. И вот он взлет, врыв. Да и пошел дэмэджик. Сексес погибает. А продолжит ли драку? Там Эксэм влетает на двоих, на пак и на снайпера. А здесь прилетает давай ламов БКБ. Да, есть все-таки Дум и огромные проблемы у товарища Эксэма. Он погибает и нужно отсюда уходить. Сэф разлетелся. БКБ это паут. Это 3 в 0 в пользу команды героек. И 4 в 0. 4 в 0. Хорош. 7 тысяч преимуществ. А теперь на сторону можно зайти. А байбековца нет. Потому что надо западать первыми. И все у вас получится. Зашел Дум, дал Дум. Зашел Вивер, дал Вивер. Зашел Снайпер, дал Снайпер. То есть каждый герой донес свою лепту. То есть кому-то там было проще, кому-то посложнее. Но ты просто сравни количество нанесенного урона. У нас 5 тысяч слева, 12 700 справа. И вот эти вот 7К разницы, они тоже не берутся в двух топорах. Это значит, что ты урон наносил, а по тебе его не наносили. И это правда. Ну ладно. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Как из этого теперь будет выбираться команда Экстрим Гейминг в целом? В целом. Как, как? Без стороны. Ну ладно, без двух они смогли исправиться. Как сейчас будут дела обстоять. Да, мягкий РП это не панацея. Главное это трон, чтобы стояло. Там у нас снайперы цепляют или в актуальной доте. Да, цепляют. Ну, опять же, снайперы это так, разменная монета, которой они жалко в данной ситуации. Но ты обновляешь баф, если он не кончился, или даешь новый, если он кончится, и вытащишь количество души сэфа. Нужно срубить аккуратнее, потому что в комнате времени берется талантик, который говорит тебе, что твой минус армор работает на здании. И вот, представь файт, ты заходишь там, например, там, тремя стаками, и будешь еще обзоровать. И вот ты под 8 стаками идешь стучаться в хайграунд. Вышка тебе вообще спасибо не скажет за вот этот фит. Она просто сдастся. Она чисто как этот терминатор. Большой палец вверх и опускается под землю. С тобой было хорошо. Я падаю. Ну, правда, так, а там дозолька-то, да, у нас планирует? Или как-то, помоги мне не встать без твоей руки. Слышать биение сердца. Айсек уже продолжает деньги-то делать. Если мы продолжаем хайпить, что этот герой может эту игру выиграть, атакует, наверное, может быть, то Сия готова у него, добавляющая ему. Ну, если он так спит, конечно, было бы вообще неплохо выиграть. Но Сия тоже даст. Вот дальше, видишь, там, бабочка. После бабочек, там, сатаник переделает. У нас же... Ну, да. Слот какой-то. Айгис, он не израсходован. Какой-нибудь аганим можно купить, например. Съесть его. Например. Нижнюю башню сил света атакуют. Ну, я про алхимию, скорее. А, что алхимию? Не нужно выезд заранее. Он хочет сам ожидать немножко тоже в доту поиграть. Ему нужен даггер, как минимум. Чтобы дать хорошую штучку, там, и баночку, да, по двоим, по троим. Дай бог, почему бы нет. Ну, а здесь смог вылазка от команды экстрим. Давайте смотреть. Две минуты еще, эгидо, у Ами. Хотелось бы хоть как-то ее реализовать. Там слышно банку. Фармак? Ну, да. Баночник. А вот и в урон пошел пак у нас. Проявляется нофтром. Паразма будет. Аганимчик будет очень больно. Все будет, но попозже. Все будет, но не сразу. Террибл, террибл демидж. Почти перевесы между паком и вивером. И вот эти 9000-бов пака. Да, он бы купил Аганим, он бы купил Паразма. Ну, ты понял. И было бы ему ок. И потом уже дальше доедалось тоже. И он бы, например, убил бы там сам быстро шеду демона. И в шифте такой сидит. Все посмотрят хорошо. И все прочие. Так бы и было. Так, у вивера уже бабочка скоро. Скоро, скоро, скоро. Так, забирает вражеский Торментер у нас. Команда Экстрим Гейминг. Не забирает. А? Не забирает. Не забирает, да, потому что Гектору отправляется. Ворвался пак, доел. Здесь попытки все сбить. Ну, какой же реакции Гектор. Ты видел? Ты видел? Жесть просто. Может быть, вообще не тем занимается. Может, ему там Формулу-1 надо. Куда-то, где реакция повыше кодируется, да, чем. Здесь можно без нее. В каких-то моментах. Там без нее никуда. Ну, хорошо. Они забрали вражеский. Потом оказалось, что не забрали. Пойдут, заберут хотя бы свой. А тем временем Аегис никак-то, по сути, и не реализовали. Ну, база, не могу сказать, что голая. Но по факту СТ-2 все, что снаружи, все сломано. Ну, такая, да, неприличная база. Неприличная, да, немного. И вот. 18 плюс база скоро в это станет уже. Не вижу просто проблем в том, что, ну, не реализовали Торшан и Аегис. Давайте заберем просто следующий. Там и файт проведем. А, кстати, баннер же был. Ну, я думаю, он и остался. Просто его не видно ни у кого. Ну, ладно. Это момент не особо важный. Важный сейчас выход в смоках от команды героя. А вот и баннер. Смотри. Да, увижу ушату демона. Пури-пури-пури-пури-пури-пури-пури-пури. Так, ну и что? Драка будет ли? Иксэма видит и снова запрыгнуть. Ооо, успела-успела. Вот это так будет весьма интересное. Давай, Лама, как же жестко получает. Давай, Лама прячет его. Тусик Гектор прямо в эпицентре драки. Ами прожимает ультимейт. И прячется, прячется к Синь-Кью. И все-таки погибает Shadow Demon у нас. Ну, аналог. Какой демодж, какой демодж от аналога. И живет все еще к Синь-Кью. Но также будет погибать. И снайпер-ассасинейтам должен его здесь доесть. Но аналог делает сам от своей работы хорошо. Да, вот, кстати, и погибает. Пока, Ами даблкил в этой драке. Еще и третьего забирает. А может быть. А может быть. Ошибка от команды героек. Драться было вот на таком ХГ. Да, может, и будет ошибка. Кто за тебя скажет. А может, ночь не торопить? И все сначала повторить? О, как мне быть. О, как мне быть. Непонятно. Да, у нас размет по итогу. Три в два. При том, что они вроде... Давай так. Ошибкой было бы драться в Аегис в очередной раз. Yes. Они точно дрались с неба, Аегис. Ошибка ли, что именно Сэф всех убил? Да, это не очень приятная новость. Но здесь Гехтер остался. Трипы по топу идут. Ой, ой, ой. Они могут сейчас просто опять ромать. Они могут в ромать, но там есть байбэки. Но если они есть, и ты их нажмешь, их не будет. Просто поговорю, пока минус армор работает, наведись на здание, видишь, минус 17. Да. Это то, почему Сэф крайне хорош. Он очень быстро наказывает тебя. И он обновил ему стаки. Какой кошмар. Ой, грязючка. Ой, грязючка. Это просто выход в трон от команды Экстрим Кимика. Что же вы делаете, ребята? И просто Сэф навалит с ПКМа. Но все-таки должны его забирать. Но здесь прячет его Шадоу Демон. Иксэ просто бьет трон. Это 2-0, дорогие друзья. Вот оно. Ой. Мы недавно играли в турнир. Именно так мы его проиграли. Вот просто Сэф сделал 5 фрагов, пошел трон минус. Сэф. Субтитры создавал DimaTorzok